Девушка у дороги. Останавливается водитель и спрашивает, куда едем? Девушка отвечает, мне пожалуйста в город. Мужик продолжает, хорошо, с удовольствием вас подвезу. Девушка испугана, мне не надо с удовольствием, я заплачу. Мужик заехал на работу к своему другу, директору кладбища, пригласить его после работы пивка попить. Идут к выходу, видит, на могиле народ водку пьет, танцует праздник одним словом. Мужик в шоке спрашивает, это чего такое? Второй отвечает, да гаишника третьего дня похоронили. Таксисты до сих пор гуляют. Да это еще ничего. Вот на медне налогового инспектора хоронили, так три раза на бис закапывали. Идут обходчики вдоль железнодорожных путей. Ту проносится мимо них электричка, и оттуда вылетает мужик. Но они подбегают к нему, смотрят, вроде живой. Очухался мужик, подняли его, спрашивают. Мужик, ты как? Мужик отвечает, да ничего, рабочие продолжают. А как так получилось-то, что ты из электрички вылетел? Мужик? Ребята, не знаю, ей-богу. Сижу себе тихонько у окошка, никого не трогаю, пенопластом по стеклу возюкаю. Мужик на грузовике влетает в джип с братками, подходит к краю дороги и кричит в кювет, где валяется джип, эй, кто-нибудь жив? В ответ тишина, мужик, ну и слава богу. Дальнобойщик прозевал поворот и, снеся стену, влетает в старенький дом. В доме на печке бабушка, охреневшая, щелкает семечки. Водила, не растерявшись, спрашивает, как проехать к городу. Бабка отвечает, да так прямо через кухню и херач дальше. Сидят три таможенника и думают, что подарить четвертому на день рождения. Первый, давайте подарим 600 мерс. Остальные отвечают, да не у него уже есть, на прошлый день рождения подарили. Второй говорит, тогда давайте подарим бунгало на Канарах. Остальные, да не, у него есть уже. Третий выкрикивает, придумал, давайте в подарок оставим его одного работать всю смену. Остальные гневно. Да ты чё, обалдел такой дорогой подарок дарить. Врезается в джип тонированная Волга. Из джипа выходит браток, смотрит нифига не видно, кто за рулем, берет биту и начинает Волгу долбить. Боковое стекло осыпается, а там начальник полиции сидит. Браток наклоняется, о здрасте, а я тут стучу, стучу, не знаю кому деньги за аварию отдать. Полицейский на мотоцикле догоняет мужика на запорожце. Полицейский говорит. Вы хоть заметили, что ваша жена выпала из машины полчаса назад. Мужик облегченно. Слава богу, а то я уж испугался, что оглох. Криминальная сводка. В пятницу в 18 часов ровно произошла перестрелка между двумя бандитскими группировками. Наряду полиции удалось скрыться с места происшествия.